В вещах, про которые говорят, не может быть, но я предлагаю поспорить с подобным утверждением. Любое путешествие, как и долгожданный отпуск, однажды заканчивается. Последний день, время сбора чемоданов и подведения итогов. Наша экспедиция по таинственным местам Краснодарского края тоже подходит к концу. Удалось ли нашим экспертам ответить на главные вопросы, узнаем вместе с вами. Сегодня день пятый. Гора Богатырка, деревня Дальминов. Где-то внизу побережье Черного моря, где мы искали затонувший корабль. Одна из находок поставила перед нами много вопросов. Таинственные каменные шары. А такие же большие камни были? Еще больше. Еще больше. Вот такие вот. И они реально круглые. Здоровый такой. Что это? Ритуальные элементы ушедшего под воду храма? Это, скорее всего, элементы архитектурных конструкций было. Вот это вот. Или непонятные артефакты, как-то связанные со светящимися объектами. Наши эксперты, ясновидящие мигти Ибрагими Ваффа и экстрасенс Вячеслав Климов, предполагают, что все эти явления взаимосвязаны. Более того, они выдвинули версию, что дольмены, расположенные вдоль побережья, имеют ту же природу. Я так же думаю, это эпоха одинаковая. Это одного порядка? Да. Экстрасенсы подтвердили. Дольмены излучают мощную энергетику. Может быть, поэтому сюда идут люди? Сергей Владимиров приехал сюда после инсульта. Не побоялся, потому что верит, дольмен вернет ему не только силы, но и здоровье. Для меня этот подъем был визнеарховый. Я и пролез через щель, которые там такие толстые не лазают. Я пролез. Нормально, все хорошо. По рассказам местных жителей, многие приезжают сюда лечиться, а исцелившись, возвращаются снова с родными и друзьями. Здесь лечится мужское и женское бесплодие, лечится желудочно-кишечный тракт, заболевания половых органов, уходит опухолевидное образование. Местные экстрасенсы изучали воздействие дольменов на человека. Оказалось, таинственные энергии чистят ауру. Аура – невидимая человеческому глазу энергетическая оболочка вокруг тела. Ее цвет зависит от физического и психологического состояния человека. Пройдя маршрут, те так называемые энергетические пробои, разрывы, которые в ауре человека, они немножко выпрямляются, немножко сглаживаются. И аура человека в связи с этим принимает более идеальную форму. Так в чем же секрет этих загадочных сооружений? Во всяком случае, отрицать их воздействие на ауру людей невозможно. Причем наши эксперты отмечают, эти древние постройки излучают такую же энергию, что и каменные шары, найденные на дне Небукской бухты. Совпадение? Нет. Между этими феноменами есть связь. Наша экспедиция подходит к концу. Время отвечать на вопросы. Что думают наши эксперты о происхождении дольменов? Как связаны каменные шары, найденные в море, с древними мегалитами на побережье? И почему в этих местах так часто видят светящиеся объекты? Подводим итоги. Ясновидящий Мехди считает, и дольмены, и обнаруженные под водой постройки, были культовыми сооружениями какого-то древнего народа. Вот смотрите, вот люди так постарались, да, руками сделали такие сооружения. Это же великий народ. Вообще по виду очень похоже на старинную печку. Мехди мыслит образами. Его способности позволили ему увидеть картины из прошлого. Как видим, два больших камня, но упала же плита сверху. Это было ворота. Мехди утверждает, дольмены сделаны руками человека. Мы решили провести эксперимент. Во-первых, что это не камни, это сделаны из песка. Не получилось? Еще раз попробуем. Да, разбили камень в большой кусок, и вам показали, что это песок. Все ломается. Видно, что даже ручная работа, потому что фаска видна, вот она. Даже фаска, где прилепляли. Да, точно. Именно вот таким образом сделали лицо, фигуру. Вот прикрепляли на этих камнях. Изучив энергетику дольменов, Вячеслав Климов предложил нам несколько версий. Есть несколько мистических предположений о том, что дольмены являлись некими эпицентрами хранилища знания, то есть доступа к некому вселенскому знанию, к информационному полю, через которое можно в состоянии медитации, входя в состояние медитации, подключаться и получать информацию. Дольмены могли быть оборонительными сооружениями, расставленными вдоль всего побережья. Нахождение дольменов, как правило, находится вдоль береговой линии. Знаете, такой красивый город, даже видно, далекие расстояния из моря, прекрасно видно, что здесь. И, конечно, были завоеватели, наверняка была война. Выдвинули мы гипотезу о том, что дольмены могли быть... Это могли быть какие-то охранные сооружения, то есть оборонительные. В них стоял генератор какой-то, который излучал сверхнизкую частоту, и вот через это отверстие, эта сверхнизкая частота могла поражать вражескую силу. Но какого врага пытались остановить с их помощью? На этот вопрос не могут ответить даже историки. Из Краснодарского края мы улетали со странным ощущением. Казалось, разгадка тайны была близка, но прошлое вновь не захотело делиться с нами своими секретами. Москва встретила городским шумом и автомобильными пробками. Сегодня мы понимаем, Небукская бухта ждет нашего возвращения, и мы обязательно вернемся. Найдем такой же корабль. Субтитры создавал DimaTorzok